МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рады представить нашего эксперта постоянно. Четыжня мы встречаемся в эфире. Максим Ювлампиев у нас в гостях. Джолиар, доброго ранку вам. Дякую, что вы с нами. Итак, сегодня мы поговорим об еще одном виде меда, потому что уже у нас был и разнотравие, и подсолнечный, и майский. Но сегодня у нас, скажем так, черный ящик. Что же это будет? Как я люблю говорить, что может быть вкуснее и полезнее, чем мед? Только мед в сотах. Потому что это натуральная упаковка, которая сделана самой природой, самой пчелой для ее же продукта. И, собственно, в нашем ящике как раз этот самый сотовый мед целой рамочкой и находится. Собственно, вот это вот и есть пчелиная рамка. На таких вот они живут. А вот это вот все внутри, это и есть сот. В данном случае он полностью заполнен медом. Если мы говорим об этих сотах, то вы подготавливаете их сами, вот эти все ячейки, или это тоже пчелы делают? Ну, получается, ячейки строят пчелы. То есть, они идеальные архитекторы. То есть, у них все самостоятельно. Все самостоятельно. Человеку остается только забрать. Ну, в принципе, да. Главное знать, сколько забрать, чтобы не забрать слишком много. А если мы говорим вот такой мед, а какая его польза в первую очередь? Значит, в первую очередь, его польза, в отличие от обычного меда, в том, что он не окисленный. То есть, весь процесс, в нем нет доступа к воздуху. Это одна из основных причин. Во-вторых, если вот так взять, то каждая ячеечка, она получается как отдельная баночка. Маленькая баночка, которую пчелы залили медом, да, и сверху запечатали восковой крышечкой. То есть, оно герметично закрыто. И более того, последней капелькой перед запечатыванием пчелы добавляют специальный фермент, очень бактерицидный, который не дает развиваться вознетворным микробам и бактериям. Также, получается, восковые крышечки, они сверху покрывают тоненьким слоем прополиса, что тоже оказывает большое положительное влияние на организм человека в процессе потребления. И также присутствует добавление пыльцы. Кому рекомендуется? И, соответственно, детям, если желательно ли давать вот такой мед? Дело в том, что сотовый мед – это просто понятие, как упаковка, что он не откачан. А вот какой мед внутри в соте, от этого все зависит. Я понял. Сейчас у нас какой мед? В этом случае подсолнух у нас. Так, если мы говорим вот о такой упаковке, продается ли такой мед столешницей такой, или по кускам, как его можно найти? Продается, конечно, и целиком сотом. Тут примерно 2-2,5 килограмма чистого меда получается. Я должен еще посмотреть. Да, друзья, так на вес хорошо. Да, есть рамки побольше, там 3,5 килограмма, есть поменьше, там, конечно, поменьше. А если мы говорим вот такой мед, как правильно его употреблять, если мы купили, есть у нас, скажем, такая рама, что с ней делать дальше? По количеству употребления то же самое, как и с обычным медом. То есть превышать не стоит. Единственное, что берется, нарезается какими-то кусочками, и примерно, ну, размером там с чайную ложечку, 3-4 раза в день берете в рот и жуете. Хорошенько пережевываете, остается какой-то кусочек воска. Его просто выплевываете. Как бы если какое-то количество воска даже вы проглотили, ничего страшного не произойдет. Он не разлагается. Он настолько уникальный продукт, сам воск, что даже кислота желудка его не разъедает. То есть он просто потом выйдет, и ничего страшного не будет. Вот так все естественно, друзья. Так, я предлагаю все-таки пройти к самому процессу, перейти. Как же, если у нас есть эта рамка, как его правильно изъять? Правильно изъять? Отрезать нужный кусок. Так, я смотрю, у нас какой-то специальный нож. Это специальный пасечный нож, да. А если дома нет, то чем его можно заменить? Любым ножом, любым. Просто у меня уже рабочий инструмент есть, поэтому я использую его. Перед тем, как начнем резать, еще вопрос. Мы говорили о том, что если он сейчас запакован, я так понимаю, кристаллизация не происходит. Да, он до сих пор еще жидкий. И будет сохраняться так очень долго? Ну, как минимум, еще пару-тройку месяцев подсолнув будет сохраняться, да. А после этого он, скажем так, если мы будем его покупать, и он уже кристаллизировался, внешне как-то поменяется? Внешне практически не поменяется. То же самое? Внешне будет то же самое, потому что все скрыто восковой печатью. И что внутри... И еще один вопрос, может ли испортиться такой мед? Потому что мы говорили, что некоторый мед, который в банках, он может. В соте мед не портится. Вот если он запечатанный полностью, то он не испортится. И сроки его хранения, я сейчас как на допросе. И сроки хранения? Сроки хранения не ограничены. Если не будет излишней влажности и слишком высокой температуры, то сроки хранения не ограничены. Он может лежать бесконечно долго. Но я сейчас сделаю... А, не, оно не липнет. Я думаю, еще липнет. Как его правильно сохранять? В чем тогда? Потому что, если, например, в банке, мы говорили, там, стеклянная тара и так далее, здесь сложновато... Ну, скорее всего, вы вряд ли купите целую рамку. Вам будет, наверное, неудобно. Даже если купите, ее желательно сразу порезать на нужные вам кусочки. И можно хранить в любой талии. Просто так даже. Ну, лучше, наверное, все-таки в холодильнике. Потому что вот что-что, а восковая моль может завестись. Она очень любит покушать всякие соты. Так, я предлагаю начинать резать. Что же у нас с этого получится? У меня даже... Ну, сейчас начнем со средины. Мне в самую большую тарелку. Берем и делаем надрез. Выбираем нужный нам кусочек. По бокам, конечно, начнет какая-то часть меда стекать. Со всех сторон надрезаем. Воск довольно плотный. А учитывая, что там еще и мед внутри, он препятствует такому. Поэтому какое-то усилие нужно приложить. И вот, собственно, у нас готов кусок сотов. Можем вот так. Сейчас вам, друзья, покажу, как оно все выглядит. Внешне очень крутой эффект. Как на картинках, хочется сказать. Но это все вживую. Соответственно, вот если у нас это остается рама, лучше тогда все это порезать до конца, да? И упаковать. Да, потому что начнет стекать по бокам, поэтому лучше порезать. Но, опять же, не обязательно. Дело в том, что стекут только крайние ячейки. Остальное все останется целым. То есть, можно рамку оставить целиком так, как есть. Ну, собственно, должен отметить один момент. Сот, если брать на сотовый мед, он должен быть именно вот светлый, белый. Дело в том, что в белом соте еще ни разу не выводились личинки. То есть, еще ни разу не выводились пчелы. Дело в том, что пчелы не разделяют, где они складывают мед, а где они выводят потомство. Им все равно, какой-то сот. А человеку для употребления не все равно, потому что после каждого выхода расплода остаются коконы. А зачем вам жевать что-то лишнее, не совсем нужное? Поэтому смотрите обязательно. Некоторые недобросовестные пчеловоды продают сотовый мед в темной рамке. Значит, там уже выводились личинки. Поэтому, когда смотрите, ищите, сот должен быть светлый. Именно сама внешняя оболочка или... Внутри. Внутри. Оно видно. Оно видно, когда он темный, то он темный. Вот, кстати, можем вот показать, да, вот видите, он светленький. Это свежий сот, отстроенный только в этом году и специально, собственно, медом изолитый. Поэтому вот этот, да, такой вот момент, на который я должен обратить ваше внимание. Сотовый мед такой, когда можно покупать, в какой период, и потому что, я так понимаю, что сезонный это тоже. По большому счету, он может быть в любой период. Но тут некоторые, опять же, и материальные, и финансовые моменты есть. Сотовый мед майский будет очень дорог. Он и сам по себе не дешев. А в соте обычно стоимость меда раза в два, в три выше, чем обычного. Потому что, ну, как бы и сложность производства, и уничтожение сота самого. То есть, какие-то потери пчеловод несет. Поэтому сотовый мед, конечно, дороже однозначно. Так что лучше, когда, сложно сказать. Если вы найдете, с майским вам захочется, пожалуйста. Найдете с разнотравьем, как угодно. С подсолнухом тоже. Но одним словом, можно круглый год купить все-таки сотовый мед. То есть, ограничения в этом нет. Да, по большому счету, можно круглый год. Друзья, вот так. Кушайте мед, как всегда, будут цитировать нашего гостя. Теперь всегда мед полезный, в любом виде. Вам спасибо большое за то, что сегодня к нам пришли в студию. Показали вот этот весь процесс. Отобрали мы у пчелы жилище, наполненное медом.